Всем привет, друзья! Во-первых, я хотел вам сказать огромное спасибо за вашу активность, за то, что смотрите мои видео, комментируйте, лайкайте. У меня к вам небольшая просьба смотреть видео от начала до самого конца, не перематывая. Это очень важно для меня. Подписаться на канал, если вы случайно вдруг не подписаны. Поставить лайк этому видео и нажать колокольчик, чтобы вам первым приходило уведомление о новом видосе. И написать комментарий, что вы думаете по этому поводу. Этот ролик получился мега крутой, поэтому приятного просмотра. Погнали! Елина, здравствуйте! Здравствуйте, Юрий! Спасибо большое, что согласились встретиться со мной. Я была очень как-то тронута, потому что я видела видео ваше, где вы помогли мальчикам и маме разобраться в своих отношениях семейных. Ну, я была очень удивлена и шокирована и тоже решила обратиться к вам. Я понял. Вы не волнуйтесь, ну, разные ситуации, может у вас вообще все хорошо. Хорошо. Да, давайте просто расскажите. Я понял, что у вас два сына. Расскажите, что случилось. Начну с того, что я замужем. Замужем счастлива. Мой муж, он работает в Красном Кресте. И у нас есть сын, свой родной, Даниэль. Ну, и так как муж, он по долгу службы часто бывает в отъездах в странах третьего мира, он очень много видел там брошенных, покинутых детей и приезжал, рассказывал вот эти все такие жуткие истории про них, про то, как они никому не нужны, эти дети. И мы решили взять тоже ребенка из детдома. Да? Да. И вот, ну, скажем, помочь как-то этому миру. И мы усыновили мальчика, Альберта. Вот. Ну, все, вроде бы сначала, знаете, хорошо, хорошо, вот и новый ребенок. А потом вот в последнее время как-то вот наш, младший наш сын, Даниэль, он начал как-то отдаляться немного от нас. Вот стал таким каким-то, ну, замкнутым что ли больше. Вот, если вот раньше он прибегал со школы или с музыкалки, рассказывал там много всего, там, что вот, там, я то видел. Отвечал на уроках, учительница спрашивала, не спрашивала. То сейчас он приходит, а как-то больше вот, ну, вот такой вот сам в себе. Вы бы пытались поговорить что-то, почему, что с ним случилось, может, он что-то рассказал бы вам? Ну, конечно, но он как-то так отмахивается. Вроде бы он не говорит, что что-то вот плохо, но, знаете, какое-то вот такое вот чувство, вот, ну, что он что-то недоговаривает. И я... А как он, да, с новым братом, с этим детдомом Альберта, да, вы сказали? Да, Альберта. То есть, с ним не дружат, не дружат, как сошлись в семье. Ну, они вроде бы как сошлись. Альберт вообще сразу стал называть его братиками. Да. Был очень доволен, что он попал к нам в семью. И, в принципе, да. Вы молодец, извините, я перебью. Вы молодец, потому что не каждая семья сейчас может, ну, позволить себе взять ребенка с детдома. И, то есть, рискнуть на такой шаг, вы просто реально молодец, не каждый так может. И я горжусь, что вы... Что я вас даже знаю. Ну, надеюсь, что все будет классно. То есть, главное, чтобы они им уладили, потому что я понимаю, что если мальчик был в детдоме, то ему там как-то могло быть тяжело. Ну, так вот. То есть, вы с ними говорили, или они не хотят, да, получается, общаться? Они говорят, что, ну, все нормально, все нормально. Мам, ну, там, ты что-то придумываешь. И вот как-то вот он так отмахивается больше даже. И, ну, как-то вот он все равно себя по-другому ведет. Может быть, потому что вообще просто появился новый член семьи, и он как-то... Ну, как-то хотелось бы все-таки убедиться, что... Ассоциум нормально ладит? Как вообще? Не, ассоциум нормально, все хорошо. Они, я не знаю, совместные прогулки, все. Ну, правда, сейчас, в данный момент муж уехал, и я с ними осталась одна. Может быть, еще, потому что нет какого-то мужского влияния, что ли. Может, поэтому они как-то... Ну, смотрите, хорошо, я, в принципе, понял. Давайте поставим камеры. То есть, мы поставим, они их не заметят, они маленькие такие. И с машины уже понаблюдаем, что они делают вместе, то есть, когда со школы приходят. И вот этого будем уже отталкиваться. То есть, понятно, что когда вас нет, они будут вести себя по-другому. Когда вы есть, они будут как-то, может быть, как-то сдерживать себя. Если там что-то происходит, мы это все узнаем и сможем уже прийти. И, ну, то есть, вы сами будете видеть, что происходит. Ну, да, я буду, конечно, очень благодарна, потому что очень хочется... Не хочется упустить что-то важное, скажем так. Если вдруг что-то не так, то хочется все-таки это... Ну, главное, не волнуйтесь, разные семьи по-разному. То есть, бывает, там, родители как-то себя не так ведут. Там тоже такое бывало, я помогал. И, там, бывало, не они себя не так ведут, а бывало, наоборот. Ну, в разной ситуации, поэтому не самое... Ну, главное, не волнуйтесь, мы все узнаем, мы все увидим. То есть, я помогу вам и все сделаем. Хорошо? Да, спасибо вам большое. Все, идемте тогда. Подождите, масло прямое, правда, мы куда-нибудь приехали. Понял. Подождите. Не раздуваться? Нет, нет, просто так не уехал. Ага, понял. Так. Ага. Так, это... Ага, комнатка и там кухня, да? Да. А скажите, где они вообще могут, ну, сидеть больше всего? Где поставить камеру? Ну, как правило, они больше всего проводят времени именно здесь. В этой комнате, как говорится. Так, ну, смотрите, ну, я так понял, не за столом, да? Постоянно учатся там что-то наподобить. Да, да, там они делают троги, как правило, вот, чтобы под контролем. Здесь можно лечить, так вот, все вместе. Хорошо, смотрите, могу поставить и там вот за карнизом, она не будет, она маленькая, не будет видна. То есть, вон там под подоконник можно поставить, в принципе. И тут, ну, она будет всю комнату освещать, я не думаю, что они сейчас будут в кровати где-то что-то делать. И можно на кухню что-то поставить, пойдемте посмотрим, у вас как там. Ага, такая кухонька. Ага, ну, где-то там тоже на карнизе или здесь внизу, в принципе, можно будет поставить, я думаю. Ну, если они сюда будут, если как-то заходить, то есть, то... Ну, вам виднее. Ага, хорошо. Все, идемте тогда. В принципе, вся комната будет видна, я не думаю, что они заметят. Ну, вот, видите, то есть, вот она как бы снимает, и второе вот там будет начаться. И, в принципе, все. Ну, эта вся комната будет видна, я не думаю, что они заметят, поэтому мы, в принципе, идемте. Да. Идемте. Слышите? Да. Они, по-моему, зашли в квартиру. Да. А, вот, видите, на первой камере вот она. Да. Ты что делаешь? Хочу сделать домашнее задание, чтобы потом все выходные быть свободны. Домашка для трусов, слышишь? А зачем мне это? Я сам могу и хочу это сделать. У нас в детдоме таких, как ты, не любили. Сидят вечеринами с лилами своими, ищут там что-то. В книгах знаний. Да что ты говоришь? Настоящее знание на улице, та настоящая жизнь. Мне старше рассказывали. А таких, как ты, шансов никаких. А что он так с ним общается вообще? Я, я даже не могу вам сказать. Я даже предположить не могла, что он может так себя вести. Адда! Вот, видишь, заберем у тебя все, а ты ничего сделать не можешь. Попробуй отбери. Что ты наделал? Да, да, как он вообще может? Ну еще был дождь. Она может, могла упасть в лужу. А мне что с этим? Это не моя тетрадь. Я не виновата, чтобы твои родители не научили тебя постоять за себя и за свои вещи. Какой он, оказывается, вредный. Подумать не могла. Ну все. Она в лужу. Хорошо, что я только начал. Что с тобой не так? Зануда, батар, слабак. Еще имя такое странное. Даниэль. Да что он хочет? Имя какими? Моя мама его придумала. Даниэль, да? Да, Даниэль. Почему тебя так родители назвали? Это чтобы все сразу поняли, что ты маменькин сынок. Отвечай мне. Нормальное у меня имя. У меня никогда не было с ним проблем. Значит будут. В детдоме с таким именем тебе бы точно не поздоровилось. А я в детдом не собираюсь. Значит ты считаешь, что ты лучше меня, потому что ты своих родителей знаешь, а я своих нет? Думаешь, что тебе можно все? Нет, я не имела это в виду, не обижались. Ну вы знаете, часто чувствуют конкуренцию в семье и пытаются занять свое место. То есть посмотрим, что дальше будет. Ну, мы им всегда одинаковые подарки покупали. Мы думали, что по Альберту было легче как-то адаптироваться. Что там горло не пересохло? Быстро принеси мне воды. Раньше так не поступало? Вы не видели, что он так общался с ним? Ну нет, вообще. Я... Так, давайте посмотрим дальше. Друзья, по многим причинам я не могу загрузить это видео на свой YouTube канал, но я его загружу в свой Instagram. Нужно быть подписанным на мой Instagram профиль, чтобы увидеть этот кусочек видео. Ссылка будет в описании под этим роликом. Подписывайтесь, смотрите видео первыми. Матринка, я ей все расскажу. Да как он смеет? Это же... Ничего себе, да ну... По-твоему, она кому поверит? Ты разбавленный сыночек. А я еще маленький мальчик из детдома. Меня все всегда обижали. Кому она, по-твоему, поверит? Ладно. Я ничего не расскажу. Давай, убирай! Быстрее! Да я тоже в шоке, да. Получается, вы же вас забрали из детдома, и он так себя ведет? Да. Я вчера на перемене увидела, как ты крутился возле девчонки в Синьюке. Кто она? Моя одноклассница. Вот ты, капитан Очевидность, как ее зовут? Марина. Красивое имя. Она тебе что, нравится? Да так просто общаемся и нет. Но только тебе с ней ничего не следит. Повер мне. Это еще почему? Да потому что ты хлюк. Любой старшеклассник отобьет ее у тебя за одну секунду. Да что там старшеклассник? Я сам ее у тебя отобью. Я не знаю, но мы его всегда вот как родного принимали. Мы же никогда не давали ему понять, что он для нас... Ну да, вы сделали большой поступок, он так с ним общается. Я не хлюк. А вы лишь не хлюк. Сейчас я тебе что-то придумал, это задание. Придумал. Отожмись десять раз. А ему не то, что подарки. Ему ремень хороший нужен. Я сказал, отожмись. Быстро вот сюда в упор. Быстро в упор. Один. Два. Три. Да вообще, да как он может его что-то заставлять? Почему отжиматься? Так. Что-то тебе слишком легко. Многим причинам я не могу загрузить это видео на свой YouTube-канал, но я его загружу в свой Instagram. Ссылка будет в описании под этим роликом. Подписывайтесь, смотрите видео первыми. Ах, он! Нет, вы посмотрите. Да я вижу, да это вообще никуда не годится. Как, что он себе позволяет? Зачем ты это делаешь? Мне же неприятно, я же все-таки твой брат. А я старше, что хочу, то и делаю. Так я так и не понял. Ты дружишь с твоей девчонкой? В синей юбке, это что было? Ммм, дружу. Понятно. Слушай, а тебя в школе обижают? Да. Ты хочешь, чтобы я тебя защищала? Да. Тогда ты будешь отдавать мне свои деньги, которые дает тебе твоя мама. Хорошо. Вот и хорошо. Завтра пойдем в школу вместе, я тебе там немножечко помогу. Да это даже, наверное, общением сложно назвать. Это не общение, а какое-то... А то ты сам даже не справишься, доходя до школы. В детдоме лучше было. Там хотя бы меня любили. А здесь вообще ужасно просто. Главное, его не ругай. Тут нужно более тонкий подход, понимаете? Он все-таки сидит дома. Не забывайте, что много лет там прожил и без родительской любви. Поэтому тут надо очень аккуратно, тонко так подходить. Я понимаю, что вы видите... Тебя любят, тебе же хоть... Благодарят, что хоть тебя хоть кормят тут нормально. Кормят? Твоя мама когда пришла домой, что первым делом сделала? Я точно не помню. Вроде ужин нам готовила. Нет, себе готовила. Она о нас вообще не заботится. А первым делом она сделала то, что она пошла смотреть какие-то там кино. Может, это она пошла переписываться с папой? Нет. Я видел, она пошла смотреть всякие сериальчики и литинчики. Мы уже для нее стали... Другомянные. Я... Я ничего не понимаю. Но мы же всегда к нему... Я не знаю, ну... То есть... Ты думаешь, что она нас любит? Она нас вообще не любит. Единственное... Почему она тебя любит? Это потому, что она тебя родила. Она нам времени вообще не уделяет. Где твоя мама? Где твой папа? Папа все время в командировке. А мама? Где мама? На работе каждый день. Когда ты ее в последний раз видел? Вчера вечером. Видишь? А папу когда вчера видел? Нет, я его видел неделю назад. Ты его видишь раз в два месяца. Ты понимаешь, что тебя никто не любит? Неправда. Родители наши любят. И будут любить. Если бы любили, хотя бы немножечко времени проводили с нами. А так, они вообще на времени не уделяют. Пытались с ним поговорить хоть как-то там, как ему при жену нормально живется с вами? Ну, каждый раз, да. Мы спрашиваем его. Он говорит, ну все хорошо. Нет, мне все нравится. Все вот, как бы... Кстати, ты не знаешь, где твоя мама или папа хранят деньги? Нет, я никогда этим не интересовался. Жаль. Просто иди за ней. А, кстати, я вчера вечером слышал, как твоя мама радовалась за то, что ты в какую-то там школу поступил. Что за школа? Музыкальная школа. И да, я давно хотел. Боже, какой стыд. Мало того, что ты ботан, так ты теперь еще на скрипке пеникать будешь. Слушай, вообще-то я буду играть на фортепиано. Еще хуже. На переменах, пожалуйста, держись от меня подальше. Во-первых, наш папа тоже играет на пианино. Какой он наш? Он твой папа. Ко мне он никакого участия не имеет. Я, честно говоря, думала, что когда мы его заберем, что все то останется там, а он все-таки... Ну, вы видите, что нет. Он перенес все это в семью и сейчас на Даниэле вот это все. Диан, его никогда нет. Я тебе уже говорил. Он уже. Не твой папа, не мой. Если бы не папа, пойми, тебя бы тут уже не было. Если бы не папа, говоришь, меня бы не взяли, лучше бы, что его вообще не существовало. Ты вообще какой-то никчемный, дрыщ. Я из тебя сделаю нормального пацана. У нас в детдоме все было по-взрослому. Либо ты, либо тебя. А что, он не пацан разве? Зачем тебе вспоминать то, что было в детдоме? Ты же уже не там. Да потому что вы ничего не понимаете, стесюкаетесь друг с другом все время. А зачем нам ругаться? Ты пойми, в взрослой жизни все будет по-другому. Как только мы закончим школу, все вообще будет по-другому. Я в институт собираюсь. Это все глупости, как вторыми тебе родители забивали башку. Друзья, очень странно, но многие из вас почему-то не знали, что у меня существует второй канал, на котором я выпускаю дополнительные серии с теми людьми, кому я реально помог. Ссылка на мой лайв-канал я оставлю в описании. Зайдите, подпишитесь, пожалуйста, поставьте колокольчик, посмотрите серии, которые вам нравятся, поставьте им лайки, чтобы второй канал мой тоже развивался. Там очень много продолжений, которые вы реально не видели. Ссылочка в описании. А теперь смотрим ролик дальше. Погнали. Мне старшие в детдоме рассказывали, что не трать времени на учебу. Самое главное – это деньги. Понимаешь? Хотя что ты там можешь понять? Ничего себе, посмотрите, это просто не то, что... Вот тебе они покупают новые телефоны, а мне отдали твой старый. Чехол хотя бы мне новый купили, а тебе нет. Они тебя скоро забудут и выгонят из дома, так само, как и меня. Так что я предлагаю из тебя быть моим другом. Понимаешь, о чем я? Сбежать из дома с деньгами. Согласен с моим планом? Нет. Это еще почему? Ты сомневаешься? Да если бы я вообще могла представить, что он будет так все вести. Ты не думаешь, что я могу выживать без родителей каких-то там? Родители – это всего лишь какие-то там наши боги. Они нам ничего не делают, кроме того, что нам дают покушать, поспать и крышу над головой. Много запретов. С пацанами не разрешают быть после девяти. Я уже заикаться начал в вашей семье. Раньше в детдоме там пацаны. Все было по-другому. Там было намного лучше. У меня там были друзья. А здесь что? После девяти не гулять, вредную еду не кушать. Наши родители нам вообще времени, то есть, не уделяют. Я это по-твоему. Хорошо? В детдоме было и то лучше. Тебя взяли домой, тебя тут кормят, одевают. Слышите? Он говорит, ему лучше в детдоме было. Если ему настолько лучше, то... Ты уже в соплю превратился. Ты капец как сильно расслабился. Вот теперь тебе новая одежка. И сейчас со своим странным именем Даниэль сидишь все время здесь, книжечки читаешь. Нормальное у меня имя. Меня с моим именем в школе никто не дразнит. Меня никто не дразнит с моим именем. Нормальное. Что за дурацкое имя? Хотя бы Егора назвали. Я тебе придумаю кличку. Будут называть по кличке, потому что это Даниэль. Это звучит как Даниэль. Реально пойму, что ты слабак. Придумаем сейчас тебе кличку. Так, что ты там любишь делать? Читать любишь? Да. Так, сейчас придумаем тебе. Может быть, книжавчик? Ты любишь читать книжки? И слабачок? Книжавчик, давай, будешь книжавчиком. Или лучше Драваэль, потому что это как дерево, просто тебя пиляют, а ты просто себе сидишь. Зачем ты меня тут называешь? Как хочу, так и называю. Вообще, мои клички лучше твоего имени. Ну это, нет, ну это просто вообще немыслимо как-то, ну. Драваэль, книжавчик, еще будут у него как клички. Выбирай, какое хочешь. Ведь ты маленький вошел, который себе ходит, читает. Ты ничего не можешь, кроме того, чтобы читать. Ты это понимаешь? Если тебя будут что-то здесь скажут, я сейчас вам на германском скажу, отстаньте. Это все? Угу. Покажи свою силу, давай. Попробуй. Покажи свою силу, давай. Друзья, фрагменты этого видео я не могу залить даже в свой инстаграм, поэтому я его залью в свою телеграм-группу и только в ней будет кусочек этого видео, поэтому ссылочка на него естественно будет в описании. Заходим, подписываемся и смотрим это видео первым. Да ну! Не, ну не может такого быть! Тебя бы хотя бы на бокс отправили. Тебя в школе будут б***ть, и тебя вообще не будут защищать, даже за деньги. Только если будет платить мне много. И девочку я твое заберу, и чтобы ты ко мне вообще не совался, чтобы не позорил меня перед пацанами. Потому что они хотя бы нормальнее, чем ты. Читают, да, тоже читают. Слубики грают, д**ть умеют, а не то, что как ты. Ты понимаешь это? Хотя бы на бокс ходи уже, сам попроси свою маму или кого-то. Хочешь, я тебя научу боксу? Взял то у них где домина. То есть такого он никогда не говорил, да, при нас? Он вообще никогда такого не говорил. Я не буду сильной, я хочу быть умной, зарабатывать много денег. Что? Будешь зарабатывать, герой? Ни хрена ты не будешь зарабатывать. Видно, тебя жизнь вообще ничего не научила. Сейчас будем тебе реальной жизни учить. Сейчас будет испытание на слабах. Испугаешься? Ты настоящий слабак. Ему там было плохо, но это же не повод просто брать и срываться на... Ты меня вообще слышишь? Я от кого разговариваю? Встань! Сюда! Стой! Что не трясись! Он что, серьезно собирается это сделать? Да, наверное. Друзья, фрагменты этого видео я не могу залить даже в свой инстаграм, поэтому я его залью в свою телеграм-группу и только в ней будет кусочек этого видео, поэтому ссылочка на него, естественно, будет в описании. Заходим, подписываемся и смотрим это видео первым. Так не, он просто типа пошутил? Ничего себе шуточки! Че ты плачешь? Че ты плачешь? Не плачь! А то сейчас все включишь, блин, мамочка, как всегда выглядит. Да, он вообще так с ним общая, я не знаю, где он, где он такие слова взял. Ну, где взял, только понятно, где он их взял, конечно. Я вообще не понимаю, ну за что, за что он вообще так к нему относится? Так, слушай, а ты случайно не хочешь попить? Нет. Окей, попей, я сейчас тебя выпью. попей водички. Мам, не бойся, попей. Давай, давай, попей водички. что, понравилось? Нет. Это вода зонитаза. Повелся. Ничего, да как он? ты что думаешь, что я реально о тебе буду заботиться? Моей заботы нужно, пацан, достичь. Так, что бы еще с тобой было делать? Скучно все-таки. Так. Это звонит мой одноклассник. Алло, привет. Да, все нормально. Завтра вечером? Думаю, да. Да нет, спасибо, до завтра. Что еще там? Это мой школьный приятель, мы с первого класса вместе. Да это все неинтересно, а можно по сути? В общем, он позвал меня на празднование своего дня рождения. А меня он, конечно, не позвал, да? Вы же с ним даже не знакомы. Да, тебе там вряд ли понравится. Я все понимаю, ты же меня стесняешься, я же детдомовский, лучше вообще сделать вид, что меня нет, да? Сейчас, я ему перезвоню и попрошу, чтобы мы пришли вместе. Мину. Стой, не нужно! Знаю, как они будут все на меня глазеть и пальцами тыкать. не звони, не хочу. А тогда чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты ему подзвонил и сказал, что ты не пойдешь на его день рождения, потому что у тебя поменялись планы. Не пойду, но он мой друг. Тебе что, какой-то школьный друг важнее меня, родного брата? А смотрите, Даниэль молчит, он вообще все соглашается. Я его совсем вообще не узнаю, он никогда таким не был молчаливым. Ладно, я напишу, что я не пойду. Стой! Нет! Так не пойдет, подзвони ему. Ну, тогда он начнет расспрашивать. Я не хочу вырать. А ты не ври. Скажи ему правду, что ты больше не с ним не хочешь общаться, так как ты считаешь, что он лузер и что у тебя появился новый лучший друг и к тому же он твой брат. Получается, что он, он еще и хочет рассорить его со всеми его друзьями? Ты сомневаешься? Ты сомневаешься в моей крутости? Он пытается как-то сказать, что он круче, как-то, видите? А ну быстро отдай сюда телефон. Я сказала, да, быстро. Если ты сейчас же ему не подзвонишь, я разовью твой телефон в дребезги. И ты с Селёмой не пойдешь на его день рождения. Только никто не будет об этом знать. Считай до трех. Раз. Мне не нужно. Я позвоню. Держи. Что-то его не страх... Ого, что он делает? Алло, привет, еще раз. В общем, я не смогу прийти к тебе сегодня на день рождения. Не то, что не получается, просто нам больше не стоит общаться. Скажи, что он лузер. Давай, скажи. Ну, вы только посмотри... в общем, я считаю, что ты лузер. Он бросил трубку. Ну, и пофиг на него. Он никому не нужен. Я сделаю из тебя крутого. У нас в детдоме все было вообще по-другому. Ты станешь сильнее и станешь лучше. ты станешь хорошим пацаном, как я. Ты же уже не там, тем более у тебя теперь есть семья. Замечуя тебе вспоминать то, что у тебя там было. Да потому, что ты и вы вообще все ничего в этой жизни не понимаете. Единственное, что вы делаете, это... Привет, как тебе дела? Да это не то, что плохо, но так же... Так нельзя. Я сделаю из тебя нормального, пацана. У нас все общались так, здорово, как дела. Салам алейкум, всякое такое, нормальным словам тебе нужно научить. А ты сейчас такие приветик. Ну, пока. Сделаем из тебя нормального. Имя твое дурацкое, Даниэль, уберем. Придумаем тебе нормальную. отличку. Не древей. Так. Ну, давай, еще что-то, Людуш, кроме книжек. Что ты еще, Людуш? Писать. О, придумал. Писать, писатель. Будешь Саней. Саня Пушкин. Санька будет тебя называть. Мой сын всегда был открытым, всегда таким, я не знаю, общительным, он всегда все рассказывал. Никак... И... мне не нравится. Что ты сказал, Санек? Будешь Саньком? Болел меня? Я не слышу. Хорошо. Молодец. Ты меня уже бесишь. Совсем соглашаешься. Такой, какой-то непутевый. Что с тобой? Ну, ты же уже не в детдоме. Ты теперь в семье. Почему ты не любишь родителей? Они же тебя собрали с плохих условий. теперь теперь у тебя есть нормальное жилье, нормальная кровать, постель. Посмотрите, он же его превратил просто в какую-то... Ты так считаешь? Может быть, это у меня есть, но все это, что ты только что назвал, у меня было и там. Только у меня там были еще друзья, которые со мной дружили, по-нормальному. не так, как у вас сейчас. И плюс, твои родители не уделяют ни мне, ни тебе времени. Ты думаешь, что меня можно купить едой и одеждой? Нет, меня этим не купишь. Смотрите, что Альберт ему говорит. Как так можно вообще? понимаю. А тебя лошок мы жизни научим. Будешь как я. Ну смотрите, да, это... Ну все бизнес планы на будущее. Это все ни к чему. Мне старшие рассказывали, в этой жизни не нужно тратить время на учебу, повторяю еще раз. В этой жизни самое главное это деньги. За деньги можно купить все. Даже родителей нормальных. ты понимаешь? Хотя что ты можешь понять? Опять мы видите, что он делает с ним? Ну мы же его приняли к себе и... Слушай, малой, накидай мне что-то прохавать. Что-то прооболтался. Я буду прохождать. Сам не жрать это яблоко. Я хочу что-то вкусненькое. Вот если тебе телефон упал. Блин, здесь царапина. Давай быстрее беги, или я скажу, что это ты мне сделал царапину. скучно. Я никогда ничего подобного не замечала. Долго еще так? Нет. давай побыстрее. Я уже жрать хочу очень сильно. Это я не знаю Альберто такого не было раньше вы говорите? Долго еще? почти готова. Давай быстрее. Скучно ну я не знаю но при мне они совершенно себя по-другому ведут. Что это такое? Что это здесь плавает? Черни. Нормально пожрать есть что-то? Что? видели? Ого. Так то, что было то есть в холодосе сел и спутил там нет ничего ну коротан Так смотри смотри что это за кнопочка такая я и ты это не я так нет наверное научник Ладно давай раз уже жрать нечего будешь жрать твою блин кашу так сейчас здесь неудобно давай туда за мной ну что потом здесь без стола буду жрать быстрей быстрей давай неудобно сюда сахар вообще добавил нет быстро иди за сахаром вообще невозможно кушать за сахаром давай быстрее я не намерен ждать ты что наделал что ты наделал не сам будешь сейчас эту кашу жрать просто поставлю пакет садись потом уберешь садись давай блогерам ты стать начинай снимать видосы если хочешь быть как я ты кидай в директ запросы моя жизнь как идеал валим на повал я поднялся на вершину мое место пятистал благополучный мой канал разрываем зал спасибо всем братишкам кто мне в этом помог пока пока Продолжение следует...